Аудитория в колледже связи оказалась солидной. Неудивительно, в зале выпускники, которые через месяц-другой покинут учебное заведение, окажутся в роли соискателей вакантных мест на предприятиях и в компаниях. Молодые люди хотят получать зарплаты, позволяющие жить и отдыхать достойно, а потому довольно часто попадаются на удочку предприимчивых дельцов, обещающих золотые горы. Если обратиться к статистике, именно выпускники вузов и колледжи становятся руководителями фирм-однодневок, и именно они впоследствии отвечают по закону за аферы. Они берут на себя перегоны оформления автомобилей. Они, так сказать, клюют и на зарплату в конверте. Одномоментная выгода застилает глаза, а последствия их не думается. Об этом и не только. Рассказывают инспекторы налоговых юным джентльменам и леди. Рассказать о налогах, хотя бы иметь, чтобы наши студенты имели общее представление и знали, какая ставка подоходного налога при начислении заработной платы, как нужно и сколько заплатить, если кто-то захочет сдать квартиру, и в каком режиме это надо работать. Ну и, конечно, серые зарплаты, правда же? Это, безусловно. Это, конечно же, у нас тема очень больная. И, соответственно, мы и молодежи стараемся внушить и объяснить, так чем же плохо эта серая зарплата, чего они лишаются и что они потеряют. Я как бы уже и работал, и сейчас работаю, и знаю, что такое. Снимаю жилье сейчас сам по договору найма, поэтому я знаю, что это все происходит. Для меня это реально. Форма общения незаунывно-поучительная. Разговор на равных. Именно он располагает к откровениям, он заставляет прислушиваться, анализироваться, поставлять. Сегодняшние молодые люди во многих делах продвинуты, но ведь они еще так молоды и ошибаются чаще. И на грабли наступают неоднократно. Но поняв, что грабли бьют больно, начинают думать. Думать призывают и инспекторы налоговой Московского района. Поэтому и говорят, как со взрослыми, на равных. Это более доступная форма для студентов. С ними надо разговаривать исключительно на равных. Сегодня время диктует так. Если заставлять что-то принудительное делать, он не будет. Этим заниматься. Он уйдет в тень, студент. А нам надо его как-то определить в том, что он работал легально. Изменить менталитет этого студента. Мы всегда говорим о формировании чувства собственного достоинства среди молодежи. Что нельзя ни в коем случае соглашаться на эти серые зарплаты, потому что последствия от них, увы, негативны. Я, конечно, некоторые аспекты не понял. Так как, допустим, электронный кошелек отследить, я, допустим, не знаю такого способа. Ну, видимо, есть какой-то способ. А так в целом все отлично. Своим делом хотелось бы заняться, чтобы как-то развиваться. И не то, что не главное доход получать от этого, а чтобы я смог развиваться как личность вообще в целом. Если гора не идет к Магомеду, Магомеда двигается к горе. Эта восточная мудрость дает весьма точную рекомендацию многим сотрудникам, которые хотят быть услышанными. Московская налоговая давно взяла ее на вооружение.